Это информационный выпуск «Сейчас в мире». На канале РТВА и в студии работает Сергей Кения. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. Совбез ООН за химическое разоружение. Мировые державы единогласно поддержали резолюцию по Сирии. Правозащитники их недовольны. Хасан Рухани забросали яйцами за готовность идти на диалог с Западом. Президента Ирана на родине встречали акциями протеста. Спецоперация по спасению похищенных детей. Китайская полиция освободила 92 ребенка. Их собирались продать. Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию по Сирии, предусматривающую уничтожение химического оружия. Это первый юридически обязывающий документ, принятый Организацией Объединенных Наций с марта 2011 года, когда в Арабской Республике началась гражданская война. Текст резолюции члены Совбеза согласовывали в течение двух недель. Генсек Пан Гимун назвал принятие документа первой обнадеживающей новостью по Сирии за долгое время. О голосовании в Нью-Йорке и геополитических играх вокруг Арабской Республики мой коллега Владимир Унанянц. Уничтожить все запасы химического оружия. Именно к этому призывает Сирию принятая резолюция. А еще Дамаск должен обеспечить международным инспекторам беспрепятственный доступ в страну. Документ осуждает применение химического оружия в Сирии, но не возлагает вину ни на одну из сторон конфликта. Нет в окончательном тексте резолюции упоминания седьмой главы Устава ООН. Против этого выступала Россия, то есть против применения силы в случае, если сирийские власти не выполнят поставленных перед ними требований. Если такое произойдет, понадобится принятие еще одного документа. Резолюция не подпадает под главу седьмой Устава ООН и не допускает какого-либо автоматизма в задействовании принудительных мер. В ней подтверждена договоренность, которая была достигнута на российско-американской встрече в Женеве, о том, что нарушение ее требований, равно как и применение химического оружия кем бы то ни было, должны становиться предметом тщательного рассмотрения в Совете Безопасности ООН, который будет готов принимать действия по главе седьмой Устава. Американский коллега Лаврова был щедр на комплименты в адрес ООН. По словам Джона Керри, организация продемонстрировала действенность дипломатии и ее способность мирными средствами обезвредить худшее оружие войны. Впервые в истории принятая ООН-резолюция предусматривает полное уничтожение химического арсенала целого государства, подчеркнул госсекретарь США. Глава Белого дома Барак Обама в свою очередь назвал успешное голосование огромной победой международного сообщества. Все предыдущие попытки Совета Безопасности принять резолюцию по Сирии проваливались. Соединенные Штаты, Британия и Франция настаивали на принятии документа, который содержал бы угрозу применения силы в отношении режима Башара Асада. Россия и Китай выступали против. Даже известную пословицу, которую любил повторять 40-й президент США, герой холодной войны Рональд Рейган, Москва и Вашингтон интерпретировали каждый по-своему. Выражение, которое часто использовал Рональд Рейган, нуждается в обновлении, когда речь идет о режиме Асада. В этом контексте оно должно звучать так – проверяй и проверяй. Доверяй, но проверяй. И проверять можно только на основе объективных фактов, только через легитимные органы, такие как Совет Безопасности и ООН. Многие наблюдатели уверены, принятие компромиссной резолюции стало возможным из-за тупиковой ситуации, в которой оказался Барак Обама. Президент Соединенных Штатов стоял перед выбором – либо начать операцию в Сирии вопреки воле Конгресса и мнению большинства американских граждан, либо отступиться от собственных заявлений и поставить репутацию США под удар. Он выбрал третий вариант – согласился на предложение Москвы. Вашингтон отказывается от удара по Дамаску, а Дамаск отказывается от своего химического оружия. Правда, такой шаг Обама существенно подкосил его позиции среди его же сторонников, и заявления об исключительности американцев не помогли. Если президент США заявляет о том, что режим Асада перешел красную черту и что против него должна быть проведена ограниченная военная операция, это должно произойти. Единожды приняв решение, верховный главнокомандующий должен ему следовать. Большинство экспертов уверены, от принятия резолюции выиграл в первую очередь Владимир Путин, показавший мировому сообществу, что он куда более прагматичный политик, чем его американский визави. Да и Башар Асад получил серьезную отсрочку. Ведь на вывоз и уничтожение химических арсеналов по самым скромным подсчетам понадобится месяц. Резолюция принята, но, как оказалось, далеко не все остались довольны. Базирующаяся в США международная правозащитная организация Human Rights Watch подвергла документ критике. Как говорится в заявлении, резолюция не обеспечивает правосудие в отношении авторов химической атаки, жертвами которой стали сотни детей, а также других жертв преступлений в стране. Организация требует призвать к ответу всех виновных в массовых убийствах в Сирии. Так что большая ближневосточная геополитическая игра продолжается, и победители пока не определены. Владимир Унанянц, RTVI. В штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке прошла еще одна встреча, посвященная ситуации на Ближнем Востоке. Переговоры на высоком уровне провели представители США, России, ЕС и ООН. Это так называемый Ближневосточный квартет. Во встрече также принимал участие специальный эмиссар квартета, экс-премьер Великобритании Тони Блэр. Были приглашены на консультации и главные переговорщики от израильской и палестинской сторон, цепи ливни Исаи Баррикат. По итогам встречи представители квартета приняли совместное заявление. В нем они призвали участников ближневосточного конфликта предпринять все возможные шаги для успеха двусторонних переговоров и воздержаться от действий, подрывающих взаимное доверие. Напомню, прямой диалог между израильтянами и палестинцами возобновился после трехлетнего перерыва в конце июля в Вашингтоне. Благодаря усилиям госсекретаря США Джона Кэрри, стороны договорились разрешить разногласия в течение девяти месяцев. Израиль тем временем подвергся очередному ракетному обстрелу со стороны палестинских экстремистов. В ночь на сегодня террористы выпустили в сторону населенных пунктов западного Негива по меньшей мере одну ракету Касам. Снаряд разорвался на открытой местности, никто не пострадал. Накануне вечером неспокойно было в Восточном Иерусалиме. В Старом Городе вскоре после пятничной молитвы арабы стали забрасывать камнями сражей порядка. В результате один полицейский получил легкое ранение. Сообщается, что правоохранители арестовали четверых наиболее активных участников беспорядков. Президента Ирана Хасана Рухани забросали ботинками и яйцами. Атаке подвергся кортеж политического лидера Исламской Республики. Инцидент произошел в Тегеранском аэропорту, куда Рухани прибыл из Нью-Йорка. В США он не только призвал Запад к примирению, выступая с трибуны Генассамблеи, но и переговорил по телефону с американским президентом Бараком Обамой. С 1979 года это была первая телефонная беседа между лидерами двух стран. Такое поведение президента не понравилось иранским консерваторам. Около ста противников уступа к Западу в вопросе ядерной программы Ирана встречали Рухани в аэропорту акции протеста. Кипр остается главным приоритетом для Греции. С таким заявлением вице-премьер и глава МИД Греческой Республики Евангелоз Венезелос выступил с трибуны Генассамблеи ООН. Таким образом, он вновь обозначил позицию своей страны по вопросу, который стал камнем преткновения в отношениях с соседней Турцией. Кипрская проблема стала также одной из главных причин, по которым Анкару не пускают в Европейский Союз. В 1974 году остров был фактически разделен на две части. Турция ввела туда свои войска. А через несколько лет была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра. Греция обвиняет Анкару в оккупации части острова. Спустя 39 лет после военного вторжения Турции на остров, кипрская проблема остается нерешенной. Продолжается незаконная оккупация более третьей территории Кипра. Всеобъемлющее урегулирование этого серьезного международного конфликта является главным приоритетом внешней политики Греции. Мы надеемся, что Анкара, в конце концов, решит проводить новую политику нормализации отношений с Республикой Кипр. В Греции тем временем вовсю идет война с внутренними врагами. Полиция арестовала руководителя ультраправой партии «Золотая заря» Николауса Михалолиакоса. Его обвиняют в создании преступной организации. Задержаны также несколько депутатов от политического движения и около 30 активистов. Расследование в отношении неонацистов было инициировано после недавнего преступления, буквально взорвавшего греческое общество. 34-летний антифашист и известный музыкант Павла Сфисос был убит ультраправым активистом. В крупнейших городах страны прошли многотысячные манифестации против него нацистов. После этого власти приняли решение прекратить деятельность «Золотой зари». В самой партии причастность к убийству категорически отвергают. После сегодняшних арестов ультраправая партия призвала своих сторонников к уличным бунтам. У нас есть поддержка 15% населения. Властям не удастся нас остановить. Они должны будут уволить очень многих полицейских и офицеров спецслужб, чтобы добиться успеха. У нас очень сильная демократия. Мы задействуем все правовые ресурсы, чтобы выйти с достоинством из сложной ситуации, в которой оказались. Над этим делом работают соответствующие службы. Мы находимся на начальной стадии расследования. Все арестованные, в случае, если их вина будет доказана, будут переданы в руки правосудия. Каждый из них имеет право на справедливое судебное разбирательство. Греческие неонацисты известны своей нетерпимостью к мигрантам. Их обвиняют в нападениях на приезжих. Личную неприязнь к гастарбайтерам испытывают и российские ультраправые. Накануне вечером активисты движения «Щит Москвы» устроили проверку общежития в Капотне. Около трех десятков молодых людей, многие из которых были в масках, решили выяснить, кто из проживающих в здании находится в столице без регистрации. В ходе возникшей драки один из ее участников, предположительно мигрант, открыл огонь из травматического пистолета. Хранение получила одна молодая девушка. Прибывшая на место полиция задержала около 60 человек, подавляющее большинство из них обитателей общежития. По факту массовой драки возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Кстати, после рейда ультраправых в Федеральной миграционной службе России выяснили, что 20 иностранцев, проживающих в общежитии, действительно находятся на территории страны незаконно. Ведомстве сообщили, что все они будут депортированы. Сейчас о других важных международных новостях. На юго-западе Пакистана произошло очередное мощное землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 6,8. Эпицентр находился в 250 километрах от крупнейшего города страны Карачи. Есть разрушения и жертвы, сообщается о гибели по меньшей мере 12 человек. Несколько дней назад в этом же регионе произошло еще одно мощное землетрясение. В результате погибли несколько сот человек. В Индии растет число жертв обрушения пятиэтажного жилого дома. Инцелент произошел в городе Мумбай накануне на рассвете, когда большинство людей спали. Спасатели извлекли из-под обломков тела 26 человек. Им также удалось обнаружить по меньшей мере 16 выживших. Поисковая операция на месте ЧП продолжается. По предварительным данным, причиной обрушения стало аварийное состояние дома. Недалеко от индонезийского острова Ява затонуло судно с беженцами. По меньшей мере 22 человека погибли, около 30 удалось спасти. Еще несколько десятков числятся пропавшими без вести. Всего на борту судна находились около 120 человек, мигранты из Пакистана и Ливана. Они направлялись в Австралию. По предварительной версии, причиной крушения стал шторм. На Филиппинах все заложники, захваченные исламистами на юге страны, освобождены. В начале месяца боевики из Национально-освободительного фронта Моро напали на крупный портовый город Замбуанга и взяли в плен около 300 его жителей. Столкновения между повстанцами и военными продолжались три недели. В ходе боев погибли более 200 человек. Сегодня власти Филиппин заявили о победе над исламистами. Китайская полиция провела крупную операцию по освобождению похищенных детей. Сотрудники правоохранительных органов освободили 92 ребенка и арестовали более 300 взрослых. Все они подозреваются в торговле людьми. Предположительно, злоумышленники похищали детей в юго-западных провинциях страны, а затем переправляли их в другие регионы для продажи. Основной причиной таких преступлений эксперты называют политику «одна семья, один ребенок». Дети женщин, которые водят машину, рождаются с отклонениями и расстройствами, так считает саудовский шейх Саад Аль-Лухайдан. По его словам, у тех, кто сидит за рулем, деформируется таз и страдают яичники. Шейх уверен, жительницы королевства должны быть благодарны властям за то, что они поддерживают запрет на вождение автомобиля. Ранее дорожная полиция Саудовской Аравии оштрафовала 6 женщин за управление машиной на 1400 долларов. Еще один американский штат легализовал однополые браки. Суд первой инстанции в Нью-Джерси принял постановление, разрешающее заключение нетрадиционных союзов. Местные органы власти должны будут их регистрировать уже с 21 октября. Губернатор штата, однако, выступает категорически против легализации гей-браков. Республиканец Крис Кристи уже заявил о намерении оспорить решение суда в вышестоящей инстанции. В настоящее время однополые браки полностью легализованы в 13 штатах Америки, а также в округе Колумбия. Розовый забег или самая счастливая пятикилометровка на планете. В столице Тайваня более тысячи человек приняли участие в спортивном мероприятии, которое смело можно назвать красочным. На старте бегуны были одеты в чистые белые футболки, но к финишной прямой они пришли в новых костюмах. Каждый километр спортсменам приходилось пробегать сквозь пелену розового порошка. По словам организаторов, это шоу призвано содействовать введению здорового образа жизни в веселой среде. Ну что ж, это были все новости, о которых мы успели вам рассказать. Следите за развитием событий, а я прощаюсь с вами до завтра. Всего вам самого доброго.